Вместо бумажного больничного листа с этого месяца можно будет получить и электронный. Первыми испытывать новый проект начали медработники ЦМСЧ-58 и Центра имени Симашко. Каких удобств и проблем ждать от электронной версии в нашем следующем сюжете. С июля действуют оба формата больничного листа – бумажный и электронный. Какой бланк оформить при выпуске решать пациенту. А пока новую систему испытывают на себе медработники. В ЦМСЧ-58 уже выдали два электронных больничных. Начали именно по рекомендации Фонда социального страхования выдачу электронных лесков нетрудоспособности. Только определенным узким специалистам. И пока для медицинских работников, чтобы именно обкатать эту технологию. Электронный больничный можно получить только если у работодателей есть необходимое программное обеспечение. И защищенные каналы связи для передачи информации. Пациенту будет выдана справка, где будет прописано фамилия, имя, отчество, номер леска нетрудоспособности. Обязательно СНИЛС, поскольку работодатель будет видеть только СНИЛС застрахованного. И подпись доктора. И с этим документом, с этой справкой он идет уже к своему работодателю и сдает его на оплату. По мнению специалистов, электронный больничный удобнее бумажного. Пациентам не придется ходить по кабинетам для получения листка. Он будет быстро выписываться прямо в кабинете врача. И потерять его невозможно. Кроме того, поделать больничный лист пациентам не удастся. Если удобнее, то почему нет? Почему? Почему нет? Я не знаю, вы говорите, что если удобнее, то можно, конечно. Я ничего не слышала, но я считаю, что это будет все-таки удобнее, чем вот так вот бегать и формлять. Все равно это время застрачивается какое-то. Электронный больничный, мне кажется, будет удобнее. На первом этапе, помимо северодвинских медучреждений, электронные больничные испытывают в поликлинике номер один в Архангельске, а также на Водвинской и Коряжевской городских больницах. Если проект покажет успешный результат, к концу года на всей территории Архангельской области будут действовать электронные больничные. Ксения Юдина, Анна Мелехина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.